Всем привет! Я Игорь Растрыгин, в эфире канал Футболафильм. И мы продолжаем с вами погружаться в увлекательный мир футбольного коллекционирования, коллекционирование атрибутики московского Динамо. Сегодня вскрываем вот эти четыре конверта. Отправление первого класса из Москвы. Еще один конверт тоже из Москвы. Письмо из Гамбурга. И еще одно письмо из Москвы. Вот такие у нас сегодня новинки, которые пришли на мой почтовый ящик. Итак, начинаем сразу с очень-очень интересной вещи. Я предполагаю, что здесь будет. Это карточки футболиста московского Динамо. Очень редкая коллекция. Сейчас посмотрите, как она выглядит. Я очень рад, что удалось мне получить эти две карточки. Вот они. Вот они, коллекция Мировой спорт, которая больше известна, как эта компания производила хоккейные карточки в 90-е годы. Но есть у нее несколько коллекций футбольных карточек, которые очень трудно найти. Они, может быть, не такие дорогие, но найти их очень сложно. Вот две карточки из коллекции. Мировой спорт. Лев Яшин. Лев Яшин. Первая карта. Так вот выглядит. Тыльная сторона горизонтальная. Вот так. И вторая карта. Это Александр Уваров. Тоже, не скажу, рядом их не поставить, конечно. Но известный, знаменитый вратарь московского Динамо. Причем здесь, что очень приятно, он именно в форме с ромбиком московского Динамо. Что в то время у вратарей было довольно редко. Тем не менее, респект, как сейчас принято говорить Александру, на его форме был наш любимый ромбик. То есть, форма московского Динамо на нем. И вот, с другой стороны, он уже в форме, судя по всему, сборной Советского Союза. Скорее всего, это где-то 90-й год, когда он, собственно, и принимал участие в чемпионате мира по футболу в Италии. В качестве основного вратаря сборной Советского Союза. И сыграл в том, как раз, памятном матче против сборной Камеруна, в котором наша сборная одержала победу 4-0. Итак, вот эти две карты в моей коллекции теперь. Следующий конверт, тоже Москва. И, смотрим, это тоже карточки. Тоже карточки. Сейчас посмотрим, что это весело. Да, 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 да. Первая карта. Так, первая карта. Владимир Воробьев. Промо-карта 2002-2003. Презентационная карта из коллекции «Русский лед». Russian Ice. Была компания-конкурент, кстати, мирового спорта. Такая карта нынешнего главного тренера хоккейного клуба «Динамо Москвы». Карта редкая, хорошая карточка. Ну, промо-карты не все собирают. Я уже об этом говорил. Не все коллекционируют промо-карты. Я коллекционирую, я их беру. И вот здесь такая вот интересная карточка. СМП-банк. Рекламная такая. Рекламная карточка. Иван Непряев. Приблизительно это год 2008-2009. 2009-2009. Еще, по-моему, последний сезон перед КХЛ. 2008-2009. 2009-2009. 2008-2009, по-моему. Такие вот две карточки. Следующий конверт. Письмо из Гамбурга. Материал куплен на eBay. И сейчас увидите, что здесь есть. Вот такая упаковка. Что это такое? Ну, сыр. Смотри, какой сыр. Это значок. Это значок. И это очень интересный значок. Вот он скотчем. Скотчем его хозяин прилепил. Ничего. Вроде все в порядке. И посмотрите, какая это интересная штучка. Такая вот булавка, футболист. И деха такая с помощью скобы такой небольшой приделана. Ну, в общем, такая вот... Какая-то висючка такая, да? Интересная. Но, тем не менее, динамовская деха и футболист. Тут трудно идентифицировать какое-то динамо. Ну, я считаю, что московское динамо вполне может быть. Так что вот такой вот интересный значок. Следующий, последний конверт. Я тоже знаю, что здесь находится. И рад с вами поделиться одной из самых интересных, самых трудных, самых редких. С одним из самых редких предметов моей коллекции. Это вымпел. Вымпел. Будет два вымпела. Но вот сразу я начинаю с этого. Вымпел с матча Шленск-Польша-Динамо-Москва. 1981 год. Вот так он выглядит. Произведен в Польше. Очень тяжелый, редкий вымпел. И, наконец-то, я его себе в коллекцию тоже получил. Ну, естественно, если редкий, то и не дешевый. Не буду говорить, сколько он стоит. Но стоит он дорого. Вот такая вот вещь теперь у меня есть. Посмотрите, эмблема. Динамовская деха красного. Весьма противного цвета. Сам ромбик. Деха голубая, естественно. И вот здесь эмблема этого польского клуба Шленск. Вот такая вот вымпел в коллекцию. Здорово. И еще один вымпел. На фотографии он не был таким мятым. Но, может быть, мне утюжком поработать придется. Вот так вот выглядит вымпел. Юный динамовец. 50. 50 лет юному динамовцу. Вот такой вымпел. Тоже мою коллекцию. Я не был юным динамовцем. Ну, в полной мере, да. У меня не было корочки. Зато я был юным динамовцем вот здесь, в сердце. И продолжаю этим юным динамовцем оставаться. Буду надеяться как можно дольше. И вот такой вымпел у меня теперь в коллекции будет. Итак, на сегодня это все. Я рад вам было это все показать. И надеюсь, что вам понравилось. Смотрите мой канал. Болейте за московское динамо. Коллекционируйте атрибутику московского динамо. Спасибо за внимание.